На текущей неделе президент России Владимир Путин отпраздновал свой день рождения. Рейтинг российского президента приближается к 90%. Конечно, это прежде всего результат крымской истории. Мы же поговорим об экономике, о достижениях России за последние 14 лет. Россия добилась серьезных результатов. Мы повторили экономическое чудо, которое совершили немцы или японцы после Второй мировой войны. Российский ВВП в номинальном выражении вырос в 10 раз и составляет сейчас около 2 триллионов долларов. Другие макроиндикаторы, зарплаты, пенсии, промышленное производство покажут близкую динамику. В реальном выражении, то есть с учетом дефлятора, российский ВВП вырос почти в два раза. Экономические успехи позволили России создать таможенный союз. Конечно, с экономической точки зрения результат не так велик. Экономика Казахстана – это 10% от российской. В Белоруссии – 3,5%. Однако геополитическое значение очень велико. Российский фондовый рынок сейчас переживает не самые лучшие времена. Однако, когда Путин стал президентом, индекс РТС, напомню, он считается в долларах, составлял 175 пунктов. Сейчас индекс РТС – более 1100 пунктов. Вопреки расхожему мнению, Россия – это не только нефтегаз, это и высокие технологии. Во всем мире высокие технологии, средоточенные в военно-промышленном комплексе. По итогам прошлого года Россия заняла второе место по экспорту вооружений. При этом первое место Соединенных Штатов достигнуто в том числе и за счет административного ресурса. Мы хорошо знаем, что многие страны НАТО добровольно-принудительно покупают американское оружие. Размер военного экспорта России в прошлом году составил порядка 18 миллиардов долларов. Иногда в деловой прессе можно найти цифру несколько меньше, однако она не полностью отражает реальность. Это цифра Рособоронэкспорта, который консолидирует более 80% военного экспорта Российской Федерации. Конечно, перед российской экономикой стоят очень серьезные проблемы. Прежде всего, это санкции и, соответственно, риски стагнации или даже падения добычи нефти. А при этом модель нулевых годов, когда экспортная выручка нефтяников шла в бюджет и перераспределялась по экономике, уже исчерпала себя. У нас очень высокий процент загрузки основных фондов и очень низкая безработица, менее 5%. Вопрос, какую новую экономическую политику предложит Путин. С высокой вероятностью в ней будет высока доля государства, просто потому что других инвесторов в России не осталось. И так доля государства ВВП составляет порядка 50%. Вероятно, параметры новой экономической политики мы узнаем до конца года. Однако, даже если экономического прорыва не случится, Россию ждет стагнация, но серьезной рецессии не будет. А это означает то, что по результатам нулевых годов российская экономика останется одной из крупнейших в мире и, возможно, даже самой крупной в Европе, обойдя Германию. Спасибо. 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 Спасибо.